Доброе утро, Хорита! Доброе прекрасное утро! Чё ты пришла? Субадык, что хочешь? Хорита меня разбудила. Привет! Привет! Иди сюда, девочка моя, иди! Умница, на кровать нельзя, ты же знаешь, Кузя! На кровать нельзя! Привет! Привет! Ой, какой ветруган! Ветер рамта! Ничего себе! У нас всю ночь шёл дождь, и сейчас ещё покрапывает. Хорита вылезла. Смотрите, мои любимые, какой ветруган. Девушка буквально сдувает. Красота! У меня утро начинается. Разбудил меня Осман, сыночек. Привет, мои любимые! Доброе, прекрасное утро! Говорит, мамочка, хочу к тебе! Хочу, мои дети живут в России, а не в этой стране. Я говорю, сыночка, ну у нас нет гражданства двойного. Если ты приедешь в Россию, то всё. От ливанское гражданство, от ливанского нужно отказываться. Он говорит, а как же у тебя там ты можешь жить? Я говорю, ну я по праву, что ты родила в Ливане, но у меня есть возможность. Такое право давалось в Ливане раньше, когда рожаешь ребёнка, тебе даётся гражданство ливанское. Так что, вот, я говорю, у вас есть свидетельство о рождении украинские, в украинском посольстве. Идите, забирайте их, идите в Российское, едьте и так далее. Ну, короче. Вот, и мне Осман уже столько всего наговорил. Мы хотим с Соломоном поехать в Российское и всё сделать. Я не знаю чего. И, короче, у меня это утро началось. Сейчас, 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 сейчас вам дам послушать, сыночка. Не может, хочет в Россию. Я говорю, сыночка, тебя тут могут сразу забрать, у тебя и Соломона на этот самый. Ну-ка. Хочет паспорт русский. Или украинский. Для него... Говорит, мы же записаны в украинском посольстве. Надо, говорит, нам ехать в посольство украинское или в российское, или куда. Или ты отсюда, с Россией, можешь нас вызвать. Что нам надо делать, чтобы документы получить русские? Говорит, я хочу и сыну своему тоже сделать российское гражданство. Какое, говорит, лучше? Русское или украинское? Потому что для него одинаково. И это за границей, и это. Лишь бы с экологически уже грязной страны уехать. Я ему сказал, у тебя есть свидетельство о рождении украинское, ты записан там в посольстве. И ты, и Соломон. Украинское. Майк хорошо говорит в Украине. Без она, она уже все в России. Я говорю, ну у меня российское гражданство, не украинское. Она обаттает в Украине. Я говорю, уже не украинское. И вообще у меня в паспорте тоже написано, что я русское. Я говорю, в 2016-м получила гражданство. И все, я в Россию. Говорит, если я сейчас пойду, подам на гражданство там или на что-то, на то, чтобы уехать, мне сразу дадут украинское. Вы, говорит, записали меня? Говорит, по этому свидетельству, по этой бумажке, что ты меня записала в украинское посольство, я могу получить паспорт украинский. Говорит, по этой бумажке, я могу сразу ехать в посольство украинское, сказать, хочу паспорт украинский, мне сразу дадут. Я ему говорю, когда ты был, как твой сыночек маленький, мы с папой поехали с твоим, и тебя сажали. Значит, записали, сделали тебе свидетельство о рождении, оно там в посольстве, в украинском. Вот, я говорю, ну, если ты поедешь в украинское, сделаешь себе, куда ты будешь ехать, кому, кто у тебя там, из родственников. Я, говорит, хочу с Соломоном ехать в посольство, и сделаем там все бумаги, все спросим, чтобы нам сказали. Говорит, все, эта страна проиграла. Нету, говорит, здесь ни работы, ни жизни, ничего, экологически грязная страна, все в мусоре, все разбито, нет ни работы, ни денег, ни будущего, ничего. А я ему говорю, это одному Богу известно про будущее. Ну, я ж не могу ему сказать, сыночка, наблюдай свой ум, это он тебя уводит в мысли о будущем. Здесь нет будущего для моих детей, только Бог знает. Будущее твоих детей и твое. Он не поймет, не услышит. Даже Сусу не слышит, а что говорить о Османе? Вот, я ему говорю, сыно, хочешь делать что-то? Все в твоих руках. Он говорит, может быть, ты отсюда можешь пойти и сказать, что у меня там дети в Ливане, а там, типа, война, и не знаю чего, и тра-та-та. Я говорю, ну, во-первых, мне вас брать некуда. У вас там квартира, которую я вам купила. У вас там есть где жить, у вас там что-то. Папа, у вас там родственники. А здесь, говорю, я сама снимаю. И снимаю, и живу не одна. Живет рядом подруга, мы вдвоем снимаем. Вот, так что у меня нет ни своего дома, ни своей квартиры, куда я вас буду вызывать. Даже если я поеду в посольство, они скажут, у вас есть, вот, какое-то там место жительства, куда вы можете пригласить своих сыновей, например, ну, там, и дочь, или еще что-то. Вот, нету. И куда я вас приглашу? На улицу? Да, мальчики, приходите. Он говорит, и что, мы приедем и снимем сами. Я говорю, нет, вы не граждане России, вы не имеете права снимать. Жилье. А я говорю, они говорят, а он говорит, так, мамочка, ты нам снимешь, а мы, короче, будем жить, там, оплатите что-то. Я говорю, нет, я не сниму ничего. Потому что, если я снимаю, значит, я беру ответственность. Вот, а я... Сыночка, зная тебя, не беру, я сусику сняла бы жилье. Вот, честно тебе говорю. И уверена в нем, как в себе. Хотя я много лет тоже не жила с ним вместе. Не знаю, как он изменился. Хотя говорят там, что люди не меняются. Ну, это тоже программы, которые нам вставляют. Человек не меняется. Человек меняется каждый миг. Каждый свой миг, он новый и другой, и так далее. Вот. Но, сыночка, зная тебя, как ты движешься? Через ум, через страх. Я никогда не это самое... Даже если ты мой ребенок, я тебя родила и так далее, я не возьму за тебя ответственность. Понимаешь? Потому что я знаю, что ты в любой момент можешь сделать какую-то фигню. и я буду отвечать. Я сниму эту квартиру, а ты там, я не знаю, костер разведешь среди комнаты или еще что-нибудь. Ну, не до такой степени, но вообще. Вот. Потому что у тебя свои представления, у тебя свое отношение к людям. Не мое. Если сусу движется через сердце, через любовь, я стану возле него рядом, а возле тебя нет. Он говорит, мама, ну я же такой же твой сын, как и Соломон. Я говорю, да. И я люблю тебя точно так же, безусловно, как и Соломона. Ни меньше, ни больше. Но ответственность за тебя я не буду брать. Во-первых, ты взрослый мужчина, тебе 29 лет почти. во-вторых, у тебя своя уже семья, у тебя своя должна быть ответственность и так далее. А в 30 лет ехать к маме, которую там папа выпер и забрал и квартиру, и все остальное, и оставил ее где-то там вообще на улице, без детей, без ничего. А сейчас приехать, сказать, мамочка, я приехал. Люся, я вернулся. Хочу жить с тобой. На каком основании? Взрослый мужчина. Зачем мне это нужно? У меня нет возможности. Я ему говорю. Он реально не слышит. Вот после всех его вот этих вот разговоров, помните, я вам рассказывала в каком-то видео, не то, что у меня там осадок остался. Нет, вообще не в этом. Просто я увидела его ограниченность, насколько он запрограммирован, насколько он подвластен общественному мнению, подвластен лидерству, там чьему-то кто-то его там может вести и так далее. Там тот же папа ему скажет вот это, вот это, вот это, и он будет как ослик делать. Для меня это вообще нет. Если Сусу безграничен, никакой папа не может ему сказать, хотя у Сусу тоже до тебя программа. Но никакой папа не может ему сказать вот брось вот эту девку, я тебе вот эту нашел. Даже он, Сусу тоже же мусульманин и тоже же вырос в Ливане. Но вот сколько ему Мухаммед не говорит всякой гадости против вот этой ранней девушки, с которой Соломон встречается, сколько там уже времени. А Сусу не слушает папу. Сколько там папа гадости на нее не льет. Вот. Сусу можно сказать втихаря, чтоб никто не знал, встречается с ней и мне говорит, мамочка, только ты мою фотку, что я тебе присылаю с ранней или что-то, не посылай ей Катечки, потому что она может папе показать. Вот. А папа будет злиться, что я к ней там тогда-то ездил, еще что-то. Вот. Представляете, он прячется от родного папы и делает так, как он чувствует. Осман на такое не способен. Осману вот эту девочку нашли, папа нашел, с которым сейчас живет жена, от которой родился сыночек. Вот. И Осман ходит вот по, как ему скажут, понимаете, как в этом самом, как в Шоушенке. А Сусу нет, Сусу гораздо свободнее в этом плане. Хотя тоже программ дофига. Я ему начинаю говорить какие-то свободные вещи, он мне сразу говорит, нет-нет, мамочка, ты что, грех, грех так говорить там или что там. это мой Сусик. Он у меня в детстве был свободнее гораздо, чем сейчас в каких-то вопросах. Ну, короче, зашугали его то ли в тюрьме, то ли то, что вокруг вот это вот надавило на него, что для него сейчас свободное какое-то там видение для него храм. Тюрм. 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 Тюрм.